В 20-й городской школе гимназии экзамен издает 69 11-ти классников. На сдачу экзамена по казахскому языку дается 80 минут. Более всего преподаватели и учащиеся переживали за первый этап этого экзамена – аудирование. Ведь это нововведение. Благодаря пробным тестам в течение последних двух месяцев старшеклассники были во всеоружии. Ну, я думаю, что дети справятся с этим, потому что мы готовились, занимались. Второй блок – это лексико-грамматический блок на знание лексики, грамматики, то, чему учили все 11 лет. Значит, там будет 20 заданий. Аудирование, конечно, новшество в этом году впервые, потому что до этого у нас были только тестовые задания. Значит, в этом году включили, в прошлом году включили тексты, А вот в этом году аудирование – это первая проверка детей на восприимчивость, как они воспринимают на слух, язык. После сдачи экзамена по гос. языку, 11-классник Кожмухан Ержан отправится на тестирование по географии. Этот предмет выпускник выбрал сам. По географии в виде тестирования мы проходим. Также даются вопросы, которые проходили мы по школьной программе, начиная с 6-го класса до 11-го года. География – это мой любимый предмет, потому что мне он дается с легкостью, и познавать окружающий мир – это для меня. Для старшеклассников это уже второй экзаменационный день. Впереди сдача еще двух итоговых экзаменов. Результаты по государственному изюгу и выборочному предмету учащихся 11-х классов могут узнать уже в этот же день. Следующий экзаменационный рубеж для 11-ти классников – сдача алгебры. 6 июня. Экзамен продлится 5 часов.